добро пожаловать добро пожаловать к нам гости сначала чистим зубы чистим зубки конечно умываемся чистим зубки надеваем линзы тут в основном уход за лицом за собой и всякие бритвы 3 меры пожалуйста у меня ватные палочки для ушей ватные диски жидкость для линз мази для лица тут бипантен всякие мази и скраб самое странное не знаю у нас одинаковые вещи поехали это джинсовый шорт у одного и другого абсолютно родная возьми тоже и у нас одинаковые еще шорты одни ну почему так происходит скажи ему теперь и прически одинаковые это носочки я ему подарил у нас еще сейф есть вадим носки тут хранится и чем мы делаем свободное время интересно с тобой не свободно это когда вечером расскажем режим нашего дня да ну давай ты расскажешь давай сядем на нашу кровать который мы большее время наших сборных проводим в основном мы спим но вот мы просыпаемся кушаем идем на утреннюю умираем приходим кушаем спим опять спина просыпаемся идем заклеиваемся если есть какие-то травмы тренируемся приходим и большую часть нашего вечера проводим на этой кровати на балкончик зайдем к нам вот мы приходим после тренировок вот так вот тут уже сразу два стулья садимся вот сюда вот наслаждаемся прекрасным видом на абу-даби и загораем и принимаем солнечные лучи утром у нас сыграет поп русский поп 90 2000 до сейчас на репите у нас группа viagra перемирие не вылезать под вечер когда уже уставшие приходим у нас макам я продолжаем выдаю концерты давно уже спокойно спешишь как будто врешь ты перестал вспоминать и плакать и кавалеру щетиной тебя зовут малыш ну или кто там у тебя на этой бэхе 5 а его даже уже узнавали на улице мы говорили и основном спасает музыка музыка вообще целый день у нас комнате ну вот ирина дубцова перемирие дискотека авария кристина арбакайта лолита винтаж кристина арбакайта опять ну короче такие для меня более грустного у меня хамалиного и до скорой встречи плач и смотри мое бой на титаник и лепестками слез каждый день ужин общий восемь часов мы собираемся всех ждем и идем на ужин кушали мы Сегодня у нас каждый день, в принципе, все очень вкусно, большой выбор. Сегодня я выбрал гречку с тефтелями, салатик и апельсиновым соком запил все это. Достаточно вкусно. Каждый день пытаемся разнообразить свой рацион. И что-то новенькое кушать нам уже. И доктора скинули в группу, что правильно кушать после тренировок для восстановления и так далее. Стараемся соблюдать этому, придерживаться. А что там, например? Мне обычно нужен макароны и курица. И арбузный сок. Каждый день? Ну нет, по-разному. В основном макароны ем, как углеводы. Бывает гречка, бывает пюре. Что в детстве кушал, что таким стал? Висел на турнике. И растишка. Растишка, самое главное. В выходные пойдем позагораем. Ну у нас просто кто-то ленивый, я сегодня предлагал. Или просто сильно устал. Тримеровка тяжелого. Самая тяжелая сегодня была, но вроде все выдержали. И нормально восстановились уже на вечернюю. Работали дальше. Почему у вас такой одинокий телевизор, где приставка? Мы еще даже ни разу его не включали. Все, да, добрали PlayStation с собой. Дело в том, что у меня и дома тоже телевизор стоит, но он круглыми сутками не включается, потому что тренировки тяжелые. В основном на базе лежу. Так восстанавливаются тренировок от тяжелых. И вообще нет времени практически телевизор смотреть. В свободное время гуляю и восстанавливаюсь. Поэтому не до телевизора вообще. И с собой они еще не взяли. У меня их целых четыре штуки, но в одних тренируюсь, другие там лежат. Такие красивые цветы. Цвет Тиффани. Если интересно, эта штучка, чтобы раздвигатель, чтобы больше становились. Я одни сейчас использую, а другие у меня раздвигаются, чтобы больше становились и не жаль, не натирали на тренировках. Ну, конечно. Худи в КЛМ. Мне очень понравилось. В Москве буду ходить где-нибудь точно. Поэтому советую всем покупать. Так, и... Я помогу тебе. Спасибо. И футболочка на всех парах. Ну и сзади надпись поди мне. Не замечал. Ой, ну вот это и можно уже по дому, так перед сном. А на улице? На улице... На улице хожу в своей одежде. А это не паять? В гражданской. Никто участвовать не будет. Кепочка такая пижонская. Я в своей загораю, кстати. Не, я свою еще не надевал. Оставим ее на выходные. Так, блин, что я тоже еще не открывал? Сумочка для бутс. Для всяких там мелких вещей, для футболочек. Но у меня вон мешочками ограничился и хватит. Так, да в принципе все. Ну, еще были вещи гражданские, я их уже разложил. Ключ завалялся. Это для железных бутс, чтобы подкручивать. Короче, бутсы железные, чтобы не скользили на поле. Кто не знает. Это вот закручивать их, подкручивать, чтобы не отвалили. И мои пальцы тоже подкручиваешь. Как прошел твой день рождения? Я задаю вопрос. День рождения? Как, рад, что повзрослел? Да, уже чувствую старею. Хотя мне только 19. Шутка. Провели нормально. Сходили в ресторан, покушали. Обычный вечер был. Ну, конечно, меня еще мама поздравила в 12. Ей надо было на работу, она не спала. Подготовила сюрприз, декорации, циферку 19 мне подарила, торт. И мы спокойно посидели, выпили чай с тортиком, и мама легла спать. А, еще в 12 мои друзья приехали ко мне, и тоже неожиданно они с мамой связались. Все согласовали. Тоже еще один торт привезли с моим номером, с эмблемой ЛОКО. Вот, маме цветы подарили. И, можно сказать, дружной компанией посидели. С мамой? Да, я живу с мамой. С самого начала, как я в ЛОКО попал, ну, тогда еще бабушка со мной, бабушка с мамой нашли квартиру и начали снимать. Вот, тогда меня в ЛОКО взяли, мы переехали, втроем жили. Потом бабушка решила, что ей нужно спокойствие, и переехала обратно на дачу к себе, в Воронеж. Вот, а мы с мамой остались. Сейчас, до сих пор снимаем квартиру, и в планах скоро купить новую. Чем медали храните за чемпионство? Я домой в Красноярскую рост. Не, у меня всегда все с собой. Я из Воронежа перевез в Москву, все у меня. У меня везде была полочка точно, сейчас она в Москве побольше. Вот, лучший игрок, там лучше. Я вообще защитником был, когда в Факеле играл. Вот, у меня много наград, лучший защитник, лучший нападающий, полузащитник. Короче, все, что можно, собрал. Все, что можно, украл и собрал себе. Очень много медалей, точно не помню, сколько. Ну, все висит. И чемпионская футболочка, которую нам подарили теперь практически на входе. Приходим с мамой домой и радуемся. Вместе. Такой вот получился выпуск. Подписывайтесь на Локомотив. Брат, ты как на камеру играешь? Болейте залога, топите за нас, а мы будем показывать красивую игру и радовать вас голами и хорошими эмоциями. И лайки ставить. Согласен. Согласен.